Школа – второй дом, а педагог в нем родители, которые также переживают и заботятся о нас, несмотря ни на что. Они стараются для нашего будущего, вкладывают в нас лучшие качества и знания. Но мало кто знает, какой путь проходит учитель. Так преподаватель русского языка и литературы Каспийской гимназии номер 11 Олеся Басин рассказал о своем участии в конкурсе «Учитель года-2024». Конкурс «Учитель года» всероссийский, начинается с муниципального этапа, затем республиканского, многоступенчатый. Можно сказать, что это самый серьезный конкурс, через который проходят педагоги, поэтому подготовка к нему тоже соответствующая. Он продолжительный. Если муниципальный этап у нас начался еще в прошлом году, в ноябре-декабре месяце, то республиканский завершился вот сейчас, а федеральный и вовсе будет уже в сентябре. Поэтому готовиться между этими этапами, конечно же, приходится и очень интенсивно. Напомним, что ранее Олеся стала победительницей муниципального этапа конкурса «Учитель года», а после была направлена на республиканский этап. Басин рассказывает, что готовиться к конкурсу было не так легко, как кажется, но благодаря своей профессиональной команде и поддержке близких она справилась. Также колоссальную поддержку в подготовке ей оказали директор Мурад Идрисов и начальник управления Лариса Абрамова. Организаторы говорили и подчеркивали, что этот конкурс не индивидуальный, поэтому, конечно же, принимает участие в нем один участник, но за ним стоит целая команда. Мне очень повезло. У меня действительно очень профессиональная, умелая команда вместе со мной была. Это и методист, который помогал мне в нюансах подготовки к конкурсу Шорова Индира Мамедовна, и специалист, который отвечал за техническое содержание моего выступления, начинают презентации и заканчивают подключением интернета во время выступления. Республиканский конкурс состоял из нескольких этапов. Первый – это выход из зоны. А именно все 50 участников со всех муниципальных образовательных учреждений Республики Дагестан были поделены на 5 зон. На 10 участников от каждой. Три наиболее успешно прошедших испытания участника проходили во второй этап конкурса. У нас была методическая мастерская, мы представляли свои наработки и урок. Далее был второй очный этап, куда были отобраны 15 конкурсантов, которые получили звание лауреатов. И вот с нами уже интенсивно работали организаторы клуба «Учитель года республиканского». Это и Эльвира Бебулатовна, и Альбина Ахмебековна, и Дагестанский институт развития и образования. Они организовывали для нас установочные семинары, приглашали спикеров, победителей и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года». По итогам всех этапов республиканского конкурса Олеся Басина заняла призовые места. Это номинации «Симпатия родительских жюри» и «Синтез креативности» и «Академичности преподавания русского языка и литературы».